Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулес. Сегодня я бы хотела рассказать о такой незаслуженно забытой ягодной культуре, как ремонтантная лесная земляника. Во времена наших бабушек это растение часто занимало достаточно большие площади на садовых участках. Сейчас с распространением сортов земляники садовой, усатой, появились, кроме того, и безусые ремонтантные сорта, эта культура отошла в тень. Хотя, как показывает практика, это совершенно незаслуженно и имеет смысл вспомнить про нее и попробовать вырастить ее на своем участке. Кроме того, у этой культуры есть один большой плюс. В отличие от всех остальных ягод, которые мы можем вырастить на своем приусадебном участке, плоды ремонтантной земляники лесной мы можем попробовать в год посадки. То есть, если мы посеяли в зимнее время достаточно рано семена, то мы вырастим рассаду и первый урожай мы снимем уже осенью, в конце лета. Эта культура очень скороплодная и она практически не отличается по вкусу от лесной земляники, которую мы привыкли собирать в начале лета в лесу. Но поскольку она плодоносит практически весь сезон, практически все теплое время года, с июня месяца до сентября, в отдельные годы в Беларуси встречается плодоношение даже в октябре месяце, когда стоят теплые солнечные деньки. Поэтому я рекомендую попробовать все-таки посадить это растение у себя на участке и, возможно, оно прочно войдет в ваш обиход. Есть достаточно много сортов этой культуры. Чем они отличаются? В основном они отличаются окраской плодов. Есть сорта с красными ягодами, их большинство, и сорта, лишенные красного пигмента, которые чаще всего называются желтой земляникой, но по факту они, конечно, не совсем желтые, они скорее белые или кремовые ягоды имеют. В чем польза тех и иных? Красная земляника содержит больше веществ, которые способствуют улучшению кроветворения. Она очень полезна при заболеваниях почек, при недостатке, при пониженном гемоглобине. А белая земляника, она больше подойдет тем, кто страдает от непереносимости плодов с красной окраски, у кого есть аллергия на садовую землянику. Чаще всего именно вот эта желтая или белая земляника, она не вызывает аллергических реакций. Что же нужно сделать, чтобы получить первые ягоды в этом же году? Но сейчас, на самом деле, самое правильное время, чтобы посеять землянику на рассаду. Вам для этого необходимы будут семена. Семена могут быть собранными в своем саду, если вы уже сталкивались с этой культурой, либо попробовали у кого-то в гостях, либо это могут быть семена, которые вы приобрели в магазинах или на рынке. У меня сорт «Желтое чудо», потому что в этом году я хочу попробовать именно этот сорт. Хотя я выращивала, на самом деле, достаточно много различных сортов земляники, и потом немножко расскажу про то, чем они отличаются между собой. Посев земляники имеет некоторые особенности, поскольку это растение лучше всего прорастает именно при поверхностном посеве, то важно не заглублять семена при посадке. Но в то же время растение прорастает именно при затенении. Поэтому семена мы сеем поверхностно. Для того, чтобы равномерно распределить мелкие семена на поверхности почвы, я всегда обычно это делаю на слой снега. Ну и в том случае, конечно, если слоя снега у вас по погодным причинам невозможно создать, можно посыпать семена тертым порошком мела, хорошенько перемешать их, и высевать они тогда хорошо видны на поверхности почвы, для того, чтобы вы их равномерно распределили. После того, как вы посеяли сухие семена, если вы их сеяли на почву непосредственно без снега, желательно из пульверизатора легко увлажнить, чтобы семена немножко были втянуты в почву. Если вы сеете на снег, то снег своим таянием, он немножко углубит семена, и они будут лежать не совсем на поверхности, но в то же время они будут пересыхать в момент прорастания. Кроме того, чтобы семена не пересыхали, прорастание семян земляники, оно достаточно длинное, как правило, проходит от 10 до 20 дней при комнатной температуре, в зависимости от того, насколько свежие были семена и какая температура в вашем помещении. Я обычно коробочку, в которую сею, закрываю полиэтиленовым прозрачным пакетом. Для того, чтобы у нас растение имело легкое затенение, обычной салфеткой накрывается бумажной, либо листком бумаги наш горшочек с семенами. Для того, чтобы семена не пересыхали, вы периодически, приблизительно раз в неделю, открываете, опрыскиваете, смотрите, в каком состоянии находятся наши семена, как скоро появятся всходы. Когда всходы появились, убирается сразу салфетка бумажная, то есть вы уже даете свет молодым растениям, но пакетик или стеклышко, чем вам удобнее прикрывать, вы убираете только, когда появится на землянике первый настоящий листочек. Потому что сразу появляются семядольные листочки, они имеют такую лапчатую форму, но они цельные. Когда у вас появится первый настоящий листочек, который имеет вид обычного земляничного листка с тремя отдельными листьями, вот только тогда вы убираете вот этот защитный слой и начинаете поливать свою рассаду земляники, уже более так, пусть и осторожно, но вы ее уже поливаете. Потому что до этого момента поливать очень сложно, только опрыскиванием наносится вода. Различные сорта земляники, которые я испытывала в своем саду, показали различные результаты и имеет смысл изучить как можно больше сортов, доступных у вас на рынке, поскольку они достаточно сильно отличаются не только вкусовыми качествами, окраской ягод, размерами ягод. На самом деле вот в этом они не очень сильно отличаются. Они очень сильно отличаются к устойчивости, заболеваниям в различных условиях. Так, например, сорт Александрея. Он имеет очень крупные листья, крупный кустик сам по себе, достаточно крупная ягода у него, до 8 граммов. То есть это практически сопоставимо с мелкой садовой земляникой. Эта земляника отлично растет только на глинистых почвах. На песчаных почвах вот этот сорт, он очень сильно повреждается таким заболеванием, как септериоз. На листьях появляются мокнущие пятна, такие глащатые, и в итоге появляются дырочки, и листья могут засыхать, и у вас не будет нормального плодоношения. То есть этот сорт для хороших плодородных почв. Сорт Барон Салемахер, который тоже отличается красными ягодами, он немножко более мелкий, но у него есть особенность очень хорошая, мне она очень понравилась. У него ягода практически не изменяется по размеру и форме в течение всего сезона плодоношения. Поскольку вот сорт Александрея, у него крупная ягода только в первое плодоношение, и в осеннее плодоношение, летом ягода достаточно мелкая. Барон Салемахер, он лишен этого недостатка. У него стабильные ягоды среднекрупного размера, собираются в течение всего сезона. Вот этот сорт я могу порекомендовать для выращивания на участках, где песчаная почва. Вот этот сорт, он не так сильно повреждается септитариозом, он более устойчивым является. Но этот сорт, он растет не очень продолжительно на одном участке. То есть, если средний срок выращивания ремонтантной лесной земляники составляет приблизительно 3 года на участке, то сорт Барон Сальмахер не выдерживает обычно 3 года. Обычно на второй год посадки желательно уже сменить. То есть, на весну у вас должна быть уже готова новая рассада этого сорта, если вы хотите продолжить его выращивать. Из желтоплодных сортов можно на рынке встретить чаще всего сорт Желтое чудо. Этот сорт достаточно стабильный, неплохой. Чем он хорош? Он устойчив к заболеваниям. Вот среди остальных он более-менее устойчив к заболеваниям. Хотя в сырые годы он также повреждается пятнистостями. И в осеннее плодоношение ягод у него бывает не очень много, поскольку листья очень сильно бывают поражены этим заболеваниями. Есть также сорта Белый лебедь, Лотос. Но правда вот из них я высаживала только Лотос. Интересный сорт, но у него есть такая одна особенность. Он, в отличие от остальных сортов ремонтантной земляники, дает много усов. И за счет этого второе плодоношение у него такое смазанное, то есть не сильно выраженное. Дает он не очень много ягод именно во второй половине лета. У него хорошее плодоношение именно в начале сезона. Как вырастить хороший урожай земляники? Участок должен быть достаточно хорошо подготовлен. Лучшими предшественниками при выращивании земляники садовой являются капустные культуры. Нежелательно, чтобы до этого на участке росли какие-то плодовые растения. Нежелательно высаживать рядом с плодовыми деревьями и кустарниками, потому что в затеснении, конечно, хорошего урожая вы не получите. Неплохо растет земляника лесная на кислых, слабокислых почвах. Но, однако, она, конечно, предпочитает хорошо обработанные садовые почвы с высоким содержанием органики. При этом она дает богатые урожаи. Ягода практически стабильная, не меняется по размеру в течение сезона. Вот как показала практика, лучше она растет все-таки на легких супещаных почвах. На глинистых почвах земляника не очень хорошо себя чувствует. Она очень часто на глинистых почвах в раннее весеннее время поздно отрастает. У нее бывает пропадают прямо целые розетки. То есть не очень удачно эта идея на самом деле приворачивана. Что еще важно? Высаживается она рядочками с расстоянием между рядами в 25-30 сантиметров и между растениями в ряду тоже в 25-30 сантиметров. Можно высаживать растения в шахматном порядке. В этом случае вам будет удобно и собирать урожай, и рыхлить. Как правило, для удобства того, чтобы собирать вам ягоды, не стоит делать слишком широкую грядку. Три ряда – это максимум, который удобно обрабатывать и обслуживать. Весною, на второй год после посадки, обязательно надо удалить все сухие засохшие листочки, подрыхлить почву, немножко охочить ее ближе к корневой шейке, поскольку земляника, она достаточно быстро растет и у нее оголяется корневая шейка. Ну и, естественно, в этом случае растение немножко такое становится, как изросшиеся. Если мы окучиваем, в этой области земляника образует дополнительные корешочки и получает больше питания. Поскольку ремонтантная земляника является ремонтантной, то есть цветет и плодоносит она практически без перерыва, применять какие-то химикаты, какие-то сильнодействующие вещества, фунгицидные, нежелательно. Ну, что можно посоветовать? Конечно, если вы видите, что дело совсем плохо, но тут уже без серьезной химии вы не обойдетесь. Но если вы видите, что это только начало и как бы не очень страшно, я рекомендую использовать при появлении различных пятен на листьях раствор водный йода, обычного аптечного йода. Это достаточно эффективный препарат при появлении гнилий. Достаточно обычного вот этого аптечного пузырька, который 5 миллилитров составляет в объеме, на 3-4 литра воды. И из пульверизатора наносите на листья. То есть это будет безвредно для вас, для растения, но в то же время грибы этого не очень любят. Кроме того, неплохой результат показывает посыпание в сырую погоду листьев с сухой золою, просеянной, мелкой, древесной. Также это очень часто останавливает развитие заболеваний и вы можете получить больше хороший урожай. Подкормки для земляники ремонтантной лесной они не так важны на самом деле. Если у вас хорошо подготовленная плодородная почва, то достаточно подкормить растения при посадке хорошо и затем подкормить, внести удобрения перед началом цветения на второй год посадки. Как правило, на третий год выращивания собирают урожай из первой волны плодоношения, который у нас получается летом. А на второй урожай мы уже высаживаем на замену свежую рассаду земляники и получаем хорошее плодоношение во второй половине лета уже от молодых кустиков земляники садовая. Надеюсь, что с нашими советами вы решитесь вырастить это растение и у вас получится отличный урожай вот этой прекрасной ароматной ягоды. С вами была Анастасия Гулис на канале Про цветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok